Говорил же я вам, говорил. Олигархи поднимают голову. Дерипаск прется в большую политику. Вот, пожалуйста, у многих вызвало абсолютный ступор это интервью. Почему у Дерипаски, который выглядит вот в такой вот спортивном костюмчике, что-то он так спокойно, валежно рассказывает, и крупнейшие федеральные телеканалы, Первый, Россия-24, тычут ему микрофоны, хотят услышать его великое мнение. Как бы, как бы, что происходит? Считаю, есть компании успешные, есть успешные предприниматели. Нельзя выдумать какого-то начальника по импортозамещению. Понимаете, ну не работает система. То нам обещали, что эти ЗВР это наше счастье. Серый день пришел, счастье забрали. Опять же, гражданин Дерипаска рассказывает, что Центробанк очень плохой, с золотовалютными резервами, плохо рассчитал стратегическую линию, куда их девать, куда не девать. И вообще вот это импортозамещение, это надо дать свободу предпринимателям. Не надо делать никакого министра-начальника, который будет указывать, что делать, что не делать. Вот мне хочется задать вопрос. Вот вчера на стриме, общаюсь с людьми, звонок из Нижнего Новгорода. Павел, у нас на заводе ГАЗ, Горковский, автомобилестроительный завод, огромное сокращение, увольнение. Кого-то отправляют в бессрочный отпуск, вынужденный, в простой. Кого-то просто увольняют. Это дерипасковская компания ГАЗ, которая СОБОЛИ выпускает, всякие другие. Еще говорят, они в два раза почти цены подняли. Это называется успешный бизнес. У него алюминиевые корпорации, да, Русал, которые строились еще в советские годы. Предприятия. У него энергетические компании, да, гидроэлектростанции тоже построены в советские годы. А в чем успешное предпринимательство? То, что просто не слишком быстро все там развалилось? Где какая-то сложная техника, которая выпускается на этих алюминиевых заводах? Мы же алюминий, просто сырье гоним на запад. Сырье. Где продукция обработки? Где это хваленое предпринимательство? Очень сложная система. Отсутствие долгового рынка, суверенная. Вот наделали этот ГАЗ мясо, эти госбанки бессмысленные, сейчас будем спасать. Мы опять сейчас будем туда заталкивать эти проценты и капитализировать. Я считаю, нужно заниматься банками, которые начинаются со следующей 50-ти. 51-й, 100-й и так далее. Не удастся избежать социальных проблем. Потому что, ну, систему же нужно будет настраивать. Начальников много, они будут беспокоить. Слишком много начальников. Мы с вами месяц назад обсуждали, по какому пути развития, судя по всему, пойдет матушка Россия. Ковчег для олигархов. Везде в мире у нас отбирают бабки. Российские, белорусские, олигархические. Банковской тайны не существует, но Россия, ребята, вас прикроет. В России будет максимальное уважение частной собственности. Мы ни у кого не будем ничего национализировать. Олигархи, давайте съезжайтесь в матушку Россию, тут вам будет раздоль. И вот Дерипаска продолжает эту же линию, которую Путин начал. Да-да-да, начальников слишком много, надо сокращать. Процентную ставку банковскую надо снижать. И уж тогда мы, олигархи, развернемся во всю ширь и построим такую прекрасную Россию. Ведь это ж не рабочие строят. Ни учителя, ни врачи, ни инженеры, ни сварщики, ни слесари, камещики, токари. Нет! Олигархи! Вот на ком держится наша страна. То есть, простите, предприниматели. Предприниматели, которые успешно развивают советские предприятия. Это о своих каких-то проблемах, своих бизнесах, активах и так далее. И они быстро будут бежать. Нужно принять решение на конкурсной, бесконкурсной основе. Ну, предоставить им возможность получить нормальное проектное финансирование. Дайте олигархам денег! Дайте возможность получить проектное финансирование! Ведь предприниматель, он предпринимает только, когда ему государство бабки дает. Вот когда дает бабки, все, все четко сейчас разрулим. Если деньги надо искать самому, понимаете, вот я вам, это вот правило предпринимательства от Дерипаски. Если проектное финансирование, понимаете, башляет из бюджета народные деньги, то тогда можно что-то, что-то как замутить. Своих денег у них почему-то никогда нет. В Перми мужчина на грузовике попытался взорвать себя на целлюлозно-бумажном заводе. По данным базы, ранее его уволили за отказ сделать прививку от коронавируса. Вечером 8 апреля 60-летний Сергей Горбатко пришел на завод, завел КАМАЗ, поставил в кабину газовый баллон, снял крышку с бензобака грузовика, разогнался и врезался в здание завода управления. От удара стена здания рухнула, в кабине КАМАЗа начался пожар, Сергей сгорел заживо. Но баллон с пропаном не взорвался, и кроме Горбатко никто не пострадал. Как удалось выяснить, мужчина долгое время проработал на заводе водителем, но несколько месяцев назад был уволен из-за отказа делать прививку от короны. Жизнь Сергея после увольнения сильно ухудшилась, он жил на пособии и жаловался на начальство завода. И подобных явлений будет все больше и больше. Да, кризисные явления и кризисные социальные явления будут только нарастать, о людях никто не заботится, трудовые права регулярно нарушают, в том числе нарушает само государство, вот эта вот история с вакцинацией. Спасибо Владимиру Вольфовичу, в своей смерти он сослужил нам всем прекрасную службу, хотя бы для понимания тех, кто еще ничего не понял. Но законы, к сожалению, вот как они были приняты, вы обязаны делать себе уколы. Нравится, не нравится, хотите, не хотите, медицинские противопоказания наплевать. Если нас вот таких недовольных будет много, ну условно говоря, 20-30% сотрудников будут жестко отказываться от каких-то дел, по принципу всех не сократят. Если будет проявляться солидарность, то есть понятное дело, что особенно в кризисных явлениях можно продавливать власть. Они будут бояться, они уже сейчас боятся. Посмотрите, мы вчера, позавчера я делал ролики на тему левой идеи, левой идеологии вообще в нашем обществе. Власть боится того, что левые поднимут голову. Да как это так? Какие левые еще? Какие коммунисты, какие социалисты? Вот Зюганов сидит, вот у него есть там положение в обществе. Вы вспомните еще, Геннадий Андреевич рассказывает, когда он с президентом встречается. Какие успехи достигает, показывает команда по мини-футболу? Это не шутка. Посмотрите, вот откройте, встреча президента Владимира Путина с лидерами фракций. И Геннадий Андреевич Зюганов рассказывает, наша команда по мини-футболу выиграла первенство Москвы. Какая нахрен борьба за власть? Вот если начнется реальная борьба за власть, у левых есть серьезные шансы, и власть готова идти на уступки. Только мы, простые люди, должны сказать, что нам надо-то. Не молчать, воды в рот набравшей, а высказываться, что нам нужны пособия, льготы, субсидии, ипотека по низкой ставке. Нужно строить садики, школы, больницы, поликлиники. Нам нужно хотя бы артикулировать, что нам надо. И кто где из чиновников неправильно работает, деньги ворует и так далее. Крайнюю озабоченность начинает вызывать информацию о возросшей криминальной обстановке в регионах, пишет ВЧК ОГПУ. На фоне сложной ситуации в стране активизируются всякого рода неблагонадежные граждане. «Можем повторить», — говорят они, подразумевая возвращение 90-х. В Рязани, неоднократно сотрясаемой в последнее время скандалами, вызывает опасения становление своего рода пиковой группировки под началом Абдул-Галимова-Каримулы-Магомедовича по прозвищу Карим. Данный дагестанец под прикрытием законопослушной деятельности в компании Эль-Порта по торговле и сбыту дверей украинского миллиардера Александра Птахина сколотил вокруг себя своих земляков. Все началось с серых схем, в том числе по Абналу, при помощи покровителей из бывших и действующих сотрудников силовых ведомств, а дошло до угроз резать горло неугодным или несогласным. На встречах и в публичных местах Абдул-Галимов позиционирует себя более серьезным человеком, чем ранее судимый лидер Солоновского ОПГ Юрий Куприянов по кличке Купер и ранее судимый лидер Айропетовского ОПГ Алексей Мишин по кличке Длинный. Примечательен факт разрастания данной этнической группы с продолжающимся привлечением заинтересованных лиц из других регионов. Знаете, судя по тем данным, которые публикуют ВЧК, УГПУ, Русский криминал, Компроматору, несколько серьезных источников информационных, мне скоро понадобится заводить отдельную рубрику про воров в законе, разбираться в этом мире, потому что, ну, Москва перестает контролировать ситуацию. Ну, например, ФСБшники наши сейчас все поехали на Украину. Я не знаю, какой процент, это, наверное, государственная тайна. 40%, 70%, 90%. Они там пытаются поймать вот эти террористические диверсионные группы. Они, ну, на Украине сейчас у них работы выше крыши. Но России, я так понимаю, заниматься практически некому. Сейчас, буквально за 2-3 года, массово, бешеными темпами разрастутся криминальные структуры. И что мы с ними потом будем делать? Учитывая, что в 90-е, как в итоге, условно говоря, упрощая, конечно, всю эту тему, как были задавлены организованные преступные группировки, пришел Путин, сам чекист бывший, и ФСБшники, которых в 90-е было несколько случаев, когда ФСБшников, полковников, генералов ФСБ грабили в подъездах их домов. Представьте себе, сейчас, но это вообще, это в голову никому не придет. ФСБшникам был дан карт-бланш, они стали всех валить, арестовывать, конфисковывать направо и налево. ФСБшники на этом очень серьезно укрепили свои позиции, и финансовые, и всякого рода связи, крышевание всякого рода деятельности. ФСБшники подмяли под себя практически страну. Сейчас ФСБшники сами участвуют во всяких мутных серых схемах. Вспомните миллиардера, квартирного миллиардера полковника Черкалина из ФСБ. Сейчас я сомневаюсь, что ФСБ сможет зачистить эти криминальные круги. Оно, условно говоря, это метафоры, считайте это метафорой. Оно стало частью этой всей системы. И кто будет этим заниматься? То есть ситуация самая серьезная. И об этом, ну вот несколько изданий об этом говорят, в основном это никого не волнует. Мигранты. Еще одна проблема. В Реутово, вот у меня 15 минут на автобусе, курьер-деливери ударил ножом женщину. Доставщик на велосипеде случайно задел женщину. Женщина стала оскорблять курьера и пинать его велосипед. В ответ он ударил ее по лицу, достал нож, нанес удары в грудь, руки, ногу. Еще раз. Не просто подрались. Он ее убить пытался. Удары в грудь, по рукам, по ногам. Это хорошо, что подоспели окружающие его как-то это. Удалось утихомирить. А чем бы это могло закончиться? Понятное дело, что сейчас у простых курьеров и таксистов тоже начинает закипать котелок. Они приехали сюда, в Россию зарабатывать. Тут же деньги просто с неба сыпятся. Правильно? Здесь как бы, судя по массовой культуре, в Москве можно вообще ничего не делать, просто шляться по улицам и будешь богатым человеком. Люди приехали. Люди начали работать. Выясняется, платят мало. А тут еще кризис. Зарплаты уменьшились. У людей денег меньше, они заказов делают меньше. Заработать не получается. Эти бедные курьеры ночуют в подъездах. Документов у них нет. Полиция не боится. Они постоянно боятся. Вот представьте, человек постоянно на стрессе. Он ходит по городу, он работает, пытается работать. И каждый полицейский, полицейская машина может его остановить, отобрать его заработок, потому что, ну, а как иначе вопрос-то решить. Короче говоря, у них сдают нервы. И таких десятки, сотни тысяч в стране. В целом у нас мигрантов много миллионов, трудовых мигрантов. По разным оценкам, то ли 7, то ли 15 миллионов мигрантов у нас в стране находятся. Из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Казахстана, Азербайджана и так далее. Но сотни тысяч из них — это люди уже с пограничным психическим состоянием, которые не могут заработать, у них ничего не получается, они всего боятся, они на стрессе, они начинают бросаться на людей. Еще раз решается этот вопрос, скорее всего, созданием народных дружин. Я не вижу какой-то адекватной активности от наших правоохранительных органов. Вот если в каждом районе будут созданы вполне легальные народные дружины, то тогда, может быть, ситуация хотя бы немножко стабилизируется. Татьяна Голикова, потрясающая женщина, снова вылезла из-под коряги, давно мы ее не слышали, как коронавирус сошел на нет в информационном плане два месяца назад, ну так и все. Регистрируемая безработица в России не растет. Но, как и ранее, фиксируется увеличение числа работников, выведенных в простой или переведенных в режим неполного рабочего дня и недели. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания. Не уволили, а высвободили. Не безработица, а простой. Наш товарищ Руслан Мирошниченко с Радио Аврора очень хорошо подмечает. Слушайте, ну вот как это назвать? Кризиса нету, безработица не растет. Если вчера человек работал, ну условно говоря, инженером и получал 100 тысяч рублей, а сегодня он работает курьером и получает 60 тысяч рублей, дай бог, если в Москве так вот у него хорошо все складывается, то вообще-то он потерял доходы. Инженер потерял доходы. Более того, через 2-3 месяца, по мере усугубления кризиса, те люди, которые постоянно заказывают доставку на дом, живут на широкую ногу и так далее, у них будет меньше денег. Они лучше своими ножками дойдут до магазина, все купят. Потребность в курьерах и в таксистах, она будет сокращаться. Это профессии, определенная роскошь в условиях кризиса. Заказать доставку, доехать на автобусе или на такси, знаете, лучше я сам. Денег мало, на всем будем экономить. На курьерах и такси в том числе, в первую очередь. И вот инженер, который имел сотку, сейчас он работает курьером, он пока что не считается безработным. Но через 2-3 месяца он станет еще и безработным. Хотя нет, подождите, для Голиковой, для Голиковой человек, который получал 100, потом 60, а потом он будет получать 20, в Москве это деньги, на которые вообще нельзя прожить. Это все, это не безработный, это трудоустроенный человек. Он же где-то числится, он выведен в простой или режим неполного рабочего дня. Нормально. А куда все эти люди будут деваться? Ведь, понимаете, еще раз, чего я жду от наших властей? Решение проблемы начинается с постановки этой самой проблемы. Невозможно решать проблему, которую мы делаем вид, что ее не существует. Невозможно написать программу для решения того, чего нет. Невозможно выделить деньги для решения того, чего нет. Невозможно провести совещание, обсуждая то, чего не существует. Они даже не могут признать реальность. На рынках коммерческой недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга начали прослеживаться негативные тенденции. Доля пустующих торговых площадей растет на фоне сниженной деловой активности и превалирующего числа закрытий. Занимать новые помещения пока готовы в основном несистемные операторы. Маленькие табачные магазины, кофейни, заведения быстрого питания. Офисный рынок с активным высвобождением площадей столкнется к сентябрю, заявляет коммерсант. То, о чем я говорю. Офисный планктон столкнется с массовым сокращением только к сентябрю. То есть кризис только набирает обороты, друзья мои. Сейчас апрель, май, июнь, июль, август. Через полгода в полную ширь люди из офисов столкнутся, если повезет, их будут просто переводить на удаленную работу, просто экономим на офисе. Или это будут массовые банкротства, закрытия малого, среднего, крупного бизнеса, которые занимали офисы, и людей будут просто увольнять. А, простите, простите. Выводить в простой. Посевная в Липецкой области начинается с новых рейдерских захватов земель фермеров. То есть кризис, раз уж мы говорим про кризис, начинали с дорогого нашего учителя жизни, который нам все покажет и объяснит, как построить вольную Россию, Олега Дерипаски. Заканчиваем, а будет ли вообще еда у нас во время этого кризиса? Посевная. Сейчас в стране решается вопрос физически. Люди сеют. Будет у нас урожай? Будет нам чем питаться? Или нам надо будет пытаться закупить еду в других странах, где свой продовольственный кризис и еды нам просто не хватит? Вновь отличилась скандальная агрофирма «Мокрая», которая руководит семейство заслуженного строителя коттеджей для политэлиты Виктора Григорьева. Его дочь Ирина Бачурина. Ирина Бачурина, директор агрофирмы. Она по уже обкатанной в прошлом году схеме наняла чоповцев и поставила их выпроваживать хозяев-фермеров. Судя по фото, где охранники готовят себе обед, они там обосновались на постоянное место жительства до конца посевного сезона. Об этом рассказывает компромат групп. Напомним, что СХП «Мокрая» уже два года не вылезает из судов. Фемида многократно запрещала агрохолдингу лезть на чужие земли. Но, видимо, для Бачуриной прибыли важнее закона. В конце марта новой совладелицей «Мокрого» стала внучка Григорьева Екатерина Башко. Она в свое время удачно вышла замуж за сына скандального политика Юрия Башко. Будучи первым министром при Королеве, он выбивал жирные куски для своего тестя. Сейчас он, вероятно, помогает семейному подряду из тени на скромном посту начальника управления лесного хозяйства. Бесстрашная Бачулина проявляет себя не только в сельском хозяйстве, но и в отцовской строительной сфере. Подконтрольной ей и ее брату фирма СУ-11 Липецк-Строй обходными путями выбила разрешение на строительство многоэтажек рядом с Евдокиевским кладбищем в самом центре Липецка. Местные жители протестуют и просят депутатов ЛДП обратиться в прокуратуру для проверки законности такого проекта. Вот как это все выглядит. Чопики обосновались, разложились, готовят обед, крышуют рейдерский захват земель. Сейчас, вот как во время коронавируса, лекарства, медицинские изделия. Казалось бы, это то, что нужно людям, но для них это, в первую очередь, возможность для заработка. Маски, перчатки, вакцины, таблетки, БАДы, все. Все идет в оборот, с заработок, с заработок. Помните, даже дошло до ареста пензенского губернатора вместе с его, как считает следствие, подельником, олигархом, как его там, Неминц, уже губернатор Белозерцев и его подельник, фармацевтический олигарх. Фамилию забыл, простите, подскажите в комментариях, кто помнит. Здесь то же самое. Сейчас у нас кризис, назревает нехватка продовольствия и в России, и в мире. Что мы делаем? Мы пытаемся на этом заработать. При таком подходе, не сомневайтесь, наши доблестные предприниматели будут драть прибыль в 2-3 конца. Дешеветь ничего не будет, все будет только дорожать. И потом опять будет Путин ронять ручку и бить кулаком по столу. Только вот еды нам уже будет не хватать. Впрочем, об этом подробнее в следующем выпуске. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, делайте репосты, подписывайтесь. Переходите в наш Телеграм, переходите в наш Рутюб, ссылки под роликом. Обнимаю. Всего вам доброго, друзья. Несмотря на самую тяжелую обстановку, знайте, мы обязательно победим. Правда восторжествует. А правда за нами. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok